А потом мы поехали с Гуниба, поехали через село Гергебиль. Оказывается, мы попали на такую дорогу, когда ехали в Гуниб, это вообще левая дорога какая-то, третья дорога, потому что две дороги там они расходятся, это нормальные дороги, где ездят автобусы, где есть разметка, есть асфальт везде. И проехали туннель, эту самую длинную туннель там в России. И заехали на Салтинский водопад? Заехали на Салтинские водопады, там посмотрели тоже, вот Салтинский водопад, да, мне понравился. Там действительно большая вода. Салтинский водопад тоже надо посетить, там красиво. Там даже ныряли в этот водопад, потом вылазили. Офигеть. Понравилось? Да, круто. Люди прыгали, там как бы вот так водопад, и тут такая дырка, и где люди прыгали. Потом там выходили. Вообще прикольно. Ну и после водопада мы поехали. На Махачкалу через самый длинный туннель в России вроде, да? Да. Сначала был один туннель, мы подумали, что это он самый большой. А оказалось, что это просто обычный туннель. И там еще длинный. Туннель, который проделанный в скале. Это оказался не тот туннель, просто обычный туннель. А потом мы еще дальше поехали, и там уже был этот туннель. Очень большой. Длинный. Длинный. Большой, а длинный. Длинный. Ехали, ехали, ехали. Ну, туннель, конечно, тоже цивилинный. 5 километров, да, этот туннель? Подсветка, я не знаю, я не стал за него. Ну, еще потом мы поехали уже после водопада, поехали на пляж возле Дербента. Там тоже не доехали. Километров 10 до Дербента. Заехали, нашли. Конечно, тоже без предела, наверное, какой-то. Там накопали такие рвы, что к пляжу не подъедешь. Мы ехали, ехали, ехали. И вот пляж, а тут этот песок, наверное, копают все на стройке. Такие рвы накопали, что не заедешь туда. Ну, нашли заезд, заехали. Нашли себе место. Пляж называется Золотые пески. На Золотых песках мы были 8 дней, вроде, да? Даже две недели. Не, неделю. Неделю. Поезжали из них, ну, иногда там магазины. Кафе три раза были, четыре даже раза, но мы там же кафе были. Там расположились, палатку поставили, сетку затянули. Было очень жарко, мерили температуру градусникам. В тени было плюс 32 градуса, на солнце было 51. 51 градус, на песок не станешь во время. Очень жарко. В обеденное время босиком не станешь, пятки так, печет пятки все. Ну, да, тепло было. Да и море было теплое, хорошее море было. Вода вообще идеальная. Последний день уже какие-то течения, наверное, пошло холодной воды сюда, к берегу. Потому что в воду заходишь, прям слышно, то теплая вода, то холодная. Метр стал, холодная вода. Здесь назад отошел, опять теплая вода. Уже течения начали меняться. Ну, мы, наверное, вовремя уехали оттуда. Потому что течение уже, наверное, несло холодный поток воды. Само название говорит само за себя. Золотые пески. Там был песочный пляж. Море довольно-таки мелкое. Чтобы покупаться, нужно идти далеко. Да, заходить. Ну, недалеко, метров 10. Надо отойти. Ну, там косы. Заходишь сразу по колено, потом выходишь по косточке коса одна. Потом заходишь дальше, идешь, проходишь там по пояс, чуть-чуть выше пояса. Потом опять коса идет. Я до нее не ходил. Ну, она... Идешь по шею, потом подымаешься опять по пояс себе. А там дальше уже, я не знаю, я туда не ходил. Ну, там видно, что чистая вода, значит, глубина там уже синяя, голубая вода. Хороший пляж. Золотые пески, потому что там ракушечник такой своеобразный на солнце. Он как-то красным цветом переливается, как будто золото. Ну, хороший пляж. Конечно, тоже замусоренный. И это все мусорят местные жители. Потому что мы столько жили, местные жители возле нас приезжают на машинах вечером там покупаться с семьями. Покупались, все оставили. Костер разожгли. Уже шашлыки пожарили, дрова. Этот костер бросили прямо на берегу моря. Три метра от моря. И пакет с бутылками совсем. Костер уже потух. Они на костер поставили пакет, сели и уехали. Вот такой этот памятник оставили после себя. Один тоже привез на шестерке семью свою, трое детей, жена. Побежал в лесополосу, нарубил с топором. Как этот, я не успел его снять. Вот так бежал с топором. Побежал, нарубил веток, принес. Ветки начистил, чтобы сосиски пожарить на костер. Развел костер, сосиски пожарил. Эти ветки как начистил, так бросил. Все, они вечером собрались. Сели в машину, уехали. Все это осталось. И дрова, и костер недогоревшие. И эти ветки все. Ну, короче, бардак. Бардак. Никто не хочет следить за чистотой. Это ужас. Загрязнение такое идет. Да даже и в городах мы ездим. Даже в этом поселке мы там раз в два дня ездили по магазинам. Ну, купить там колбасы свежие или воды питьевой. Мусорный пакет собрали, уже завязали его. И по поселку ездим. Октябрьский или как поселок? Мичурин. Мичурин, да. И ездим, не поймем, куда мусор, нету мусорных баков. Куда выкинуть мусор с этим пакетом розовым нагад ездит. Потом подъехали, там мужик шел. Я спрашиваю мужика, куда выкинуть? Он говорит, так вот, надо возле двора оставлять мусор. А трактор потом утром едет и собирает эти пакеты. Ну, мы поняли, где возле двора стоят там пакеты. Мы туда и ставили пакет. А мусорных ящиков нету. Хотя мусорные места, огороженные сеткой, есть. Но ящиков нету. Забетонированы. Ну, для контейнеров. Ну, наверное, только сделали, потому что видно, что новые числи. Может, да. Еще не завезли контейнеры. Я думаю, что в будущем, наверное, будет это все. Ну, пока и нету, и это проблема с мусором. Потом поехали в Дербент. В Дербенте мы съездили на винзавод. Дербентский винный завод, да? Да, взяли там экскурсию. Экскурсия стоит 1300 с человека. Дети бесплатно. На винзаводе мы купили самую дорогую экскурсию за 1300 рублей. Это с дегустацией их вин. Повели нас. Сначала мне не понравилось, потому что в интернете написано, 5-6 человек набирают группу и пошли рассказывать. Когда набрали нас 15-20 человек в группу, и она что-то там рассказывает, я ничего не слышу. Я не могу ни снять, ни вообще ничего не слышу, что она рассказывает. Еще и ветер, еще там эти рефрижераторы работают, холодильники работают. Я думаю, то нахрен я заплатил 1300 за это. Но дошло до того, когда начали дегустацию, тогда мне уже понравилось. Там большие емкости завели нас. Это были сухие вина. А, шампанские, шампанские. Игристые вина. Игристые вина, да. Завели нас в помещение, где стоят эти емкости. Там, не знаю, 1300 что-то кубов в этих емкостях. И там краник. И она подставляет ведро по полу, под краник. Открывает краник. Раздали всем по бокалу. И все набирают и пробуют. И она рассказывает. То, что она рассказывает, понятно. То, что главное, что можно бесконечно набирать, пока краник течет. И он пока... Никто не набирает. Это игристое вино течет в ведро. Ну, сначала по одному все скромно набираешь. А там поставил этот бокал. А ну, бокал пены набрало. Ну, игристое же, шампанское. А потом, когда ждался, там на дне вот столько вина осталось, когда пена осела. Ну, а потом начали пить. Один бокал, второй бокал вот по сока. А потом уже начали. Да, рассказывай. А мы только подставляем эти бокалы. Не по чуть-чуть, а по полу. Да, потом она идет в другой бочке, в другой емкости, рассказывает за него, где там, какие у них поля, откуда этот виноград привезли. Всякую рассказывает историю этого вина. Легенду. Легенду, да. А мы там краник свой открываем. Потому что ты рассказывай, а мы пьем. Но это еще не... Не самое интересное. Не самое интересное. Когда мы зашли в винный подвал, где сладкое вино делаете, полусладкое. И там стояли бочки с вином. И тоже краники. А сладкое и полусладкое. И крепленое вино. Такое сладкое. Ну, вкусное вино, конечно. Винзавод. Хорошее вино. И когда она нам рассказывала, мы уже пришли туда хорошие. А потом там еще крепленным вином добрали. А потом она рассказывала, мы еще наливали эти краники, уже не стеснялись. Кто там в бутылке стояли на столе. Кто с бутылки уже наливает свое это общество. Организовали там человека 4-5 стоят, разливают, бутылки открывают, пьют. Кто с краников пьет. Потом это все она рассказала. Там задавали вопросы. Уже понятно, все веселые, нормально, вина напилися. Потом, когда все вышли, мы еще остались. Я остался. А там женщины вышли, которые для другой экскурсии наводят порядок. Там моют бокалы. Режут опять сыр. Оливки. Оливки. Да, молодец. Помогаешь, спасибо. Вот. И женщины говорят, доставайте, доставайте еще на другую. Ну, сейчас еще экскурсия придет, оставайтесь. Я уже с краникой с горла пил, и так пил, и бокалы пил, уже так напился. Ну, короче, я хороший вышел оттуда, надегестировались. Ну, понятно, что я на 1300 не выпил его. Но все равно с бочки просто интересно было выпить на самом винзаводе, самое сердце этого вина. Да, мне понравилось. Экскурсия по винзаводу удалась мне. Да и всем, многим. Кто хотел, тот пил. Сколько хочешь, открывай краны, да наливай. Это хорошая экскурсия была. Рекомендую всем. Именно с дегустацией за 1300, потому что там есть и по соку, по 700 рублей, да? Ну, 700, по 1000, но там нет дегустации, просто рассказывает историю возникновения сорта. Да, там не так интересно, чем с дегустацией вообще мне понравилось. 100 рублей человек, а ребенок бесплатно? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Сортовое. Сортовое называется, если приготовлено из одного сорта винограда и этот сорт винограда Называется у нас олигатэ. Это олигатэ. Белое, сухое. Вы для меня не забудьте оставить там. Вино бьется. За ножку держим и греем. Это не коньяк. Нос. Здесь олигатэ, болевые травы, луковые цветы. Это вино прекрасно подходит к сыру. Сыр и оливки это классика жанра. Это такая универсальная закуска к вину. Белые вина. Ну такие гастрономические рекомендации. Это морепродукты, это рыба, это белое мясо курицы и индейки. Это красное сухое кабарне. И вот его тоже с сыром надо? Да. Блин, я специально записываю все, чтобы вечером закрепить ваш этот материал. Знание. Да. Никто не задал мне вопрос, хотя многие говорили, что смотрите, а как это... Вот полный бокал пены, полный бокал пены, а также наливается в бутылку. Да. Вначале в бутылку впрыскивается давление при розливе. И выравнивается давлением между акратофором и бутылкой. В бутылку впрыскивается давление 6 атмосфер. И тогда уже спокойной струей, как из-под крана вода, туда заливается наше эгристое вино. И вот эта вена образуется почему? Из-за разницы давлений. Атмосферное давление и давление в акратофоре. Мой вам совет. Смотрите. И знаете, что там горковая пробочка. И хотите его хранить в порядке хотя бы 3-5 лет. Какое-то выдержанное вино. Ординарные вина рекомендую пить, выпивать сразу, не хранить. А вот какие-то выдержанные вина храните горизонтально. Чтобы горковая пробочка была омыта вином. Иначе она просто-напросто высохнет. Поняла, зачем у нас в холодильнике для вин эта фигня? Чтобы уже хранить. Крепленые вина. Где ваши бокальчики? В лоб. А-а-а. С вами пробовать крепленые вина. Вот лох. Стояли, не додумались. Туда смотрим. А здесь-то краники. Сразу вам хочу сказать. Вот крепленые вина у нас на продажу их нет. Хереса нет в продажах? Нет. Это уже другая лицензия. Это крепкие напитки выше 16. И вот крайний образец у нас это кавор. Это тоже крепленое вино. 16 сахара, 16 перепасть. Технология вообще во Франции. Название идет в провинции Кавор во Франции. У них там сухой кавор. Ну вот в России нам полюбился. Не прижился. Да, не прижился. Любим сладенькое. Любим, любим. И готовим. Технология такая, что сусло нагревается для того, чтобы увеличить вот выход вот этих экстрактивных веществ. Для чего? И поэтому очень часто даже Кавор рекомендуют людям, у кого гипоглобия не скидывает, что человек, который пост держал, он потерял какой-то процент жизненных сил и для вот, как называется? Для восполнения. Для восполнения. Для восполнения по-крестьянски. 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 Когда вот, после... Дальше все идут. Бокалы оставляли. А что, больше пить не будем? Подожди, тут краны есть. Мы тут остаемся. Я договорился с охранником. Есть у тебя стакан? Давай есть, да? А, вот так? Точно. Бокалы поставим на стол. Поставим на стол. Давай. Мы тут остаемся. Да, мама держи. Немножко. Можно вот так, да? Не той рукой, не видно лица. А ты имитацию сделай. Все. Ох, и крепкая. А на собачке еще крепче. А вот, а. Ну, такой. А ну давай вот это снимай. Вот это сейчас попробуем. Столон. Слушай, я не упадал, а сам-то не воспользовался. Блин, ведущая идет. Увидела. Мне просто фото. Давай, давай. А вот это. Ох, и херес. Мы его пробуем. Я его пробовал. Мне так понравился. Херес. Мне так понравился. Ты записываешь точно? Да. Давай. Херес пробуем. Пока бокалы забрали у нас. Все ушли. Я уже один здесь остался. А вот большой бокал. О-о-о. 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 Вот это. Такил. 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 О-о-о. Набился. Уже пьяный. А, я могу купить экскурсию 1300, прийти к вам просто и здесь сидеть, да? Да. Конечно. И с бочки пить, да? Да. С бочки пить. Ха-ха-ха. Вот это класс. Они уже ушли? Экскурсия закончилась, да? Да. Закончились, пошли. Да мы останемся еще с вами, поболтаем что. Возьми вот этот бокал. Ха-ха-ха. Да нет, это много мне. Куда? Ты что? Ох, я и напивился вино. Тот с бочек прям бери и пей. Его целая куча. Оно же вино? Все? Оно. 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 Проливай. Не, она наливала нам. А это какой? Это нет, название вишни написано. Оно. А это какое вино, девчонки? Стулый цвет. И покажи. Вот это какое вино? Нет названия. Оно без названия, но оно такое сладкое. Там медный. Это розовый лекарь. Розовый лекарь? Да. Оно такое сладкое. Нам такое не наливали. Оно еще не готово ничего. Ну спасибо вам. На здоровье. За пию. На здоровье. Постанавливай сюда? Да, да, да. Все, всего доброго. Вам счастливо. Здоровья, счастья вам. Больше денег заработать на этом заводе. Спасибо вам. И счастья вашей семье. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Вот это мы нагулялись на винзаводе. На пирсе как. Все перепробовал. Все что можно. Экскурсия уже закончилась. Нас оставили женщины. Говорят, да оставайтесь. Еще я с кранову пил. Все что можно. Разное вино. Но это я почему пил. Потому что понимаю. Как бы денег не жалко. Но понимаю, что это настоящее вино. Оно прямо на винзаводе сделано. Не то что там где-то в магазине продают. Какое оно хрен его знает. Здесь отличное. Вообще, ну мне понравилась эта экскурсия. Тысяча триста мы заплатили человека. Ну, она этого стоит. Что будет. Продолжение следует...